Друзья, всем привет! Только что закончились первые два матча Лиги Чемпионов. Аякс обыграл Бешикташ 1-2 и Интер обыграл Шахтер 2-0. Кто смотрел мое видео по поводу длинного Экспресса на этот день, я хочу напомнить, что два первых события у меня зашли. А именно победа Аякса за 1-50 или 1-45. Индивидуальный тотал Интера меньше 3,5. Как мы помним, Интер мог забить вполне и третий гол. То есть два первых события зашло. Таким образом, вчера Экспресс зашел полностью все 8 событий. Мы констатируем, что зашло подряд 10 событий. 10 событий подряд на их зашло. Дальше Спартак. Я сказал, что мы верим в Спартак, что, наверное, он не проиграет, что погода на его стороне, что обе забьют. Итог. Спартак выиграл. Обе забьют. Зашло. Хочу сразу сказать, что Селихов выдающийся вратарь. Выдающийся вратарь без всяких. Я видел много вратарей в своей жизни. Он мне и раньше нравился. И то, что его зовут Александр. Вы знаете, в Саде Александров тут же есть выдающийся вратарей. Например, Александр Шавковский. Пока все нормально. Знаете, что я решил, не открывая предварительно, разобрать сегодня НХЛ. Давно мы не разбирали НХЛ. И меня многие просят разбирать НХЛ. Понимаете, что такое НХЛ? Давайте разберем и поговорим. 10 матчей. Это, конечно, подвиг все 10 матчей разобрать. Я знаю 100%, что никто не разбирает по 10 матчей в одном ролике. Большое спасибо, что меня сегодня просмотрел мой ролик 450 человек. Я днем выложил за 5 часов. Это сумасшедшее, ну, по крайней мере, для моего канала количество просмотров. Спасибо большое, что смотрите. Потому что я там и про футбол, и про хоккей рассказываю. Я там ничего не придумываю. У меня нет никакой заинтересованности, чтобы вы проигрывали деньги. Вы поймите, что когда я говорю, что я партнер МЛБЭТа, мне МЛБЭТ, вот есть такой левый МЛБЭТ, скажем так, он мне давно уже не платит деньги, потому что люди выигрывают реально деньги. Вот и все. Он мне так и пишет, я могу, кому интересно, могу показать ВКонтакте переписку с менеджером. Он мне пишет, что твои игроки выиграют, мы тебе платить не можем. То есть они в минусах. Но там в свое время кто-то что-то проиграл. Вот поэтому говорю так, как есть, ничего не придумываю, открываю при вас. Значит, почему НХЛ? Почему мне нравится эта лига по статистике? Потому что там большая статистическая база. Там есть глубина статистики, плотность статистики. Команды играют часто, много, постоянно. Есть история накопленная встречи между той или иной командой. И в НХЛ много сенсаций. Сразу скажу, мы разбираем 25 ноября, сегодня ночью, не играть. 10 матчей. Какую ставку нужно брать? Берите, что в 10 матчах будет 2,5-ничих больше или 1,5-ничих. Почему это? Говорю, потому что я не вижу, сколько дает букмекер. Я пока этого не вижу. Я вот сейчас пока открою ФМБ, да? И посмотрю, есть ли такая ставка на НХЛ. Статистика игрового дня. Да, есть. 14 матчей он дает. Почему-то 14 матчей. Но я не знаю. Я что, должен все 14 матчей, что ли, разбирать? Но на компьютере он не дает здесь. То есть, там... Значит, смотрите. Теперь по поводу Лиги Чемпионов. Берите во вторых таймах голы. Я вам говорил. Говорил, вот сегодня Аякс 2 гола во втором тайме. Интер 2 гола во втором тайме. Почему? Вчера был недобор во вторых таймах. Вчера очень мало голов было. Во вторых таймах у меня 2 экспресса не зашло. Но, правда, маленькие суммы. В одном экспрессе было 5 матчей. В другом 3 матча. Я не проверял. Может быть, и зашли. Не был сегодня просто в конторе. Если честно, после прививки, которую я сделал 19 ноября, я себя чувствую не очень хорошо. Не в своей тарелке. Я не могу сказать, что я болею. Но какая-то легкая форма недомогания после ревакцинации присутствует. То есть, формируется иммунитет. И 10 декабря повторная прививка. Я хочу сказать, что это уже будет четвертая прививка коронавируса. И добавьте сюда пятую прививку от простого гриппа, который я сделал 18 ноября. Я каждый год делаю прививки от ноября. От гриппа. И в свое время сделал 10 лет назад прививки от коклюша, от кори, от дифтерита. Короче, от всего. Ребята, делайте прививки от всего, что только можно. Пожалуйста. Я вас очень прошу. Берегите свое здоровье. Очень многие люди умерли просто, не за понюшку, табаку, как говорится. Берегите свое здоровье. Люди, вот мы славяне, мы русские, мы очень безалаберно относимся к своему здоровью. Мы настолько наплевательски относимся. Я могу сказать, сравнивая наш уровень медицины. Вот я был в Сирии, жил. В Англии, на Филиппинах. Я могу сравнить уровень медицины. Наш уровень медицины просто высочайший. Просто высочайший. Я не говорю об обозначенности технической. Просто по доступности. У нас все бесплатно. Ну, практически. Ну, прививки точно бесплатно. Ребят, идите, делайте прививки. Это бесплатно. Во многих странах этого не было. Они ездили куда-то там, платили бешеные деньги. Все, на этом лекция моя закончена. Значит, Баффало, Бостон. Значит, смотрите, что я обнаружил в НХЛ. Если вы возьмете просто 10 матчей, да, или сколько-то там, 25-го числа. Что-то их дохера. Нет, тут написано показать больше матчей. А их на самом деле больше, да. То просто берете и ставите одинарами победы, победы аутсайдеров. Если вы одинарами проставите, вот 14 матчей, проставите 14 одинаров, грубо говоря, по 100 рублей, вы потратите 1400 рублей. Вы выиграете примерно 1800. Почему так говорю? Ну, примерно 30-40% вы выиграете. Это проверенные факты. Вы можете, например, взять все ничьи, да. Но это надо поставить, например, 14 матчей по 100 рублей, 1400 рублей. Я предлагаю более легкий путь. А именно, есть такая ставка, которая называется полторы ничьих больше в этом туре, да. Или две с половиной ничьих больше. Потом есть такая ставка, но ее сейчас убрали. Самый результативный период меньше пяти с половиной. Я ее как-то взял, там 1.30. Она, конечно, залетела. И потом ее перестали предлагать. Итак, Баффало-Бостон. Вот мы открываем и понимаем, что Бостон тут фаворит. 1.60 коэффициент говорит о том, что, наверное, Бостон победит. Но надо смотреть подробнее, да. Значит, смотрите, Бостон, во-первых, на один день больше отдыхал. Бостон играл дома последнюю игру. У Бостона сейчас режим такой. Он играет дома, значит, потом на выезде. Дома на выезде. Но вот смотрите, он играет. Я неплохо знаю географию. Бостон, Нью-Джерси, Бостон, Монреаль. Это все рядом. Смотрите на карту. Бостон, Нью-Джерси, Нью-Йорк. Это все находятся города рядом. Но вот Калгари, это уже Канада. Но это все равно. Они живут на севере США. Вся Канада, это узкая полоска вдоль границы США. Поэтому там недалеко, недалеко. Там можно вечером на лошади выехать, и утром ты будешь в этом Калгари. Ну, я условно говорю. Но это перелеты, да. Но это НХЛ как бы нормальный. Вот смотрите, они играют. Бостон 21-22, две игры подряд. У Бостона в пяти последних три победы, два поражения. У Баффала три поражения подряд. Но это как бы нормальная ситуация. Значит, Бостон на один день больше отдыхал. Это характеризует его с положительной стороны. И не играют три человека. У Баффала не играет Андерсон, Миттельштадт и Тух. И у Бостона не играет Фредерик. Но надо смотреть. Давайте знать, что важно. Я хочу сказать сразу. Самый популярный счет сейчас в НХЛ это 5-2. Вот почему-то, да. Раньше был 4-3 или 3-4, 3-2 или 2-3. В разные годы примерно 8-9 процентов. Или тот счет был более популярный. Или этот. Может быть в этом сезоне тоже будет 4-3 или 3-4. Или 3-2. Но сейчас в последнее время счет 5-2 стал более популярный. Значит, как угадать точный счет? Ну, я просто для примера говорю. Баффала сыграла последние 5 матчей. Значит, проиграли с счетом 4-7, 0-5, 4-5, 3-2, 3-3. На слух что? Ни один счет не повторяется. Понимаете? Значит, они сыграют с таким счетом, которых нет в этом ряду. Понимаете? Это первое соображение. Бостон. Если Бостон выиграет, да, Бостон в гостях. То, соответственно, Бостон вот с такими счетами играет. 0-4, 5-2, еще раз 5-2, еще раз 5-2. Вот я только что говорил. Понимаете? 3-5. То есть вот эти счета с наибольшей вероятностью может повториться счет 5-2 или близкий к нему. Понимаете? Вот в чем дело. Вот такая вот логика. Но надо смотреть, как они играют между собой. 1-4. Это очень близко к 5-2, согласитесь. 1-4. Это практически 2-5, да? 6-4. Баффало. Это все на поле Баффало. Баффало, да? 1-5. Тоже очень близко к 2-5. 1-4 опять близко к 2-5. И 0-2. Вот, значит, из пяти последних матчей Бостон выиграл 4. Ну, пожалуй, на этом все. Но, конечно, можно залезть в таблицу, посмотреть, как они идут по трассе. Они, кстати, соседи по турнировной таблице. Это наталкивает на определенные размышления. Они играют в одном дивизионе в Атлантическом. Ну, географические принципы это понятно в НХЛ. 18-16 очков. Здесь Баффало как бы имеет намерение подвинуть Бостон. Но, кстати говоря, у Баффало больше забитых, но на 3 игры меньше у Бостона. Вот в чем дело. И Бостон потенциальный лидер, потому что они не попадают пока в заветную тройку в Атлантическом дивизионе. Но у них аж на 5 игр меньше, чем у Детройта, которые пока тоже не попадают. И на 3 игры меньше у Тампы Бэй, которые попадают. Поэтому Бостону нужно вот это ликвидировать, это отставание. Я думаю, что он победит. Вашингтон-Монреаль. Здесь, понятно, Овечкин. У Монреаля 6 игроков отсутствует. Но надо смотреть, в каких звеньях они играют. Потому что есть составы команд. Набираешь звенья. В Вашингтоне недавно болеют полкоманды. Открываешь первый звено в полном составе. Или там Эдмонтон. Второй. Правый про Эдмонтон. Кстати, Эдмонтон проиграл. То есть Мак Дэвид был в составе. Драйзатли был в составе. Они проиграли 1-2, по-моему. Но Драйзатли свою очку взял. То есть, объясняю, в хоккее есть созидательные звенья и разрушительные. Первая пятерка, вторая пятерка, которые делают результат. А третья, четвертая выходит против первой и второй пятерки соперника, чтобы разрушать, не дать. Не дать им забить. Но я тоже хоккейм занимался два года. Баскетболом занимался. Поэтому немножко разбираюсь. И там, и сям. Значит, очень давно смотрю все по телевизору. Итак, по коэффициентам. На Вашингтон дают рубль 79. Мы смотрим, кто когда играл. Монреаль отдыхал больше на один день. В Вашингтон четыре матча подряд сыграл на выезде. Из которых два выиграл, один проиграл в овертайме. И теперь он возвращается из командировки домой. И тут его ждет Монреаль, который два матча сыграл дома. И, значит, Вашингтон отдыхал три дня. Вашингтон играет с Монреалем так. 3-3 в овертайме Монреаль. 2-5, опять наш любимый счет. Монреаль. 2-1 Вашингтон. 2-3 Монреаль. 6-1. Вот, казалось бы, нет никакой системы. Но нам нужно что-то найти. Ну, давайте вот пойдем, отматывая назад. Победа Монреаля, победа Монреаля. Победа Вашингтона, победа Монреаля. Победа Вашингтона, победа Монреаля. Победа Монреаля, победа Вашингтона. Значит, смотрите, что получается. Что Монреаль два раза подряд выигрывает. Но три раза подряд не выигрывает. Поскольку в двух последних Монреале выиграл два раза. 2-5 и 3-4, хотя бы в овертайме. Это означает, что третий подряд раз Монреаль в гостях у Вашингтона не выигрывает. Вот такой вывод. Третий матч. Коламбус-Виннипек. Мы разбираем. Когда-то Виннипек, это была суперкоманда. Это мое детство как раз. Я застал, когда Боби Халл был лидером этой команды. И даже играющим тренером. И Виннипек на его фундаменте построили ВХА. Всемирную хоккейную ассоциацию. Кто не помнит, не знает. Я вам расскажу, что раньше в НХЛ, вернее в Канаде и в Америке, было две лиги параллельных. НХЛ и ВХА. Всемирная хоккейная ассоциация так называемая. Они параллельно играли друг с другом. И вот эта знаменитая серия СССР Канады 1972 года. Она не совсем серия Канада. Потому что там не играли звезды ВХА. А именно Боби Халл и Горди Хо. Вот если бы там играли Боби Халл и Горди Хо, тогда у нас был бы полный пиздец. Потому что когда они приехали сюда в 1974 году, именно ВХА, там был и Боби Халл, и Горди Хо, и Боби Орл. Почему так получилось, что суперзвезды не приехали? Потому что ВХА именно купили вот этих звезд, положили им огромные. Я могу сказать, что Боби Халл, он родился в один день со мной, и я этим горжусь. Это первый человек, который получил зарплату миллион долларов. Это первый человек, который придумал загибать клюшку. Это его рекорд до сих пор по скорости полета шайбы не побит. То есть 190, по-моему, километров в час шайба летит. Именно после его бросков в артарии стали надевать маски. Боби Халл это выдающийся величайший человек, очень обаятельный, рыжая ракета его называли. И он, значит, сделал наших. Он приехал, по-моему, он больше всего очков набрал против наших. Вот что такое команда Виннипек была. Сейчас на ней дают 2.20. Сейчас Виннипек уже не тот. Никогда он кубок Стэнли, по-моему, не выигрывался, не ошибаюсь. Сам Боби Халл выиграл кубок Стэнли с Чикаго ранее. Значит, 23-го играли команды обе. У Виннипека три последних поражения. Им пора остановиться. У Коламбуса чередуются победы с поражениями. На поле Коламбуса, не так давно вступившего в НХЛ, несколько лет назад, играют так. Значит, 4-3 Коламбус, 2-5 Виннипек. Опять 2-5. Вот завтра берите все точные счета 2-5. Вот где-то точно будет 2-5 завтра. Или 5-2, да? Так. Коламбус. То есть у них чередование идет. Виннипек, Коламбус, Коламбус, Виннипек. Вот сейчас очередь Виннипека. Поэтому я думаю, что Виннипек, наверное, там не проиграет больше, чем в одну шайбу. Там как-нибудь так. Значит, по таблице. Виннипек на шестом месте, Коламбус на седьмом. В разных конференциях они играют. У Виннипека все хорошо. Он входит в заведную четверку. Так же, как и Коламбус. Но у Виннипека три поражения подряд. Я думаю, что он должен, наконец, взяться за он. Нью-Джерси, Миннесота. Когда-то Нью-Джерси выиграл кубок Стэнли. Кто не помнит. По-моему, Фетисов доиграл в Нью-Джерси. Это был, по-моему, 95-й год. Они тогда придумали какую-то зонную защиту. Капкан, так называемый. После чего в НХЛ изменились правила. И им, значит, запретили. Они применили такую, так называемую, ловушку. Кэтч, по-английски, если не ошибаюсь. Возможно, в американском языке другое слово. Ну, английский, американский немножко разные слова бывают. И они на этом сушняке, на этом гнилом, на этой катавате, они выиграли кубок Стэнли. Значит, четыре человека отсутствуют у Нью-Джерси. На Миннесоту дают 2,20, 2,75 дают на Нью-Джерси. Смотрим последние игры Нью-Джерси-Миннесота. 21-го играл Нью-Джерси. И четверо отдыхают у них. Но Миннесота играла 22-го. И у Миннесота более плотный график. Они играли 21-го, 22-го. То есть каждый день. Потом вот отдохнули. А Нью-Джерси играла 19-го, перед этим 15-го. То есть за последние 10 дней Нью-Джерси сыграла всего 3 матча. А Миннесота сыграла 4 матча в более плотном графике. Тут у Нью-Джерси вроде бы небольшое преимущество. Но вот как они играют. Миннесота их обыгрывает, обижает их все время. 2-3, 2-4, 2-4, 1-1, 7-4. То есть все время Миннесота им забивает 2,5 больше. Только раз был 1-1. Поэтому, наверное, Миннесота здесь забьет свои дежурные 3 гола. Я так думаю. Значит, вообще, в принципе, Миннесота в гостях огорчает. 2-5 у Аризоны. 3-2 только с Вегаса маловато. Вегас у нас финалистом был Кубка Стэнли недавно. 4-2 Миннесота. 5-4 Миннесота. 4-4. То есть Миннесота по 4 голешника. Поэтому индивидуалка Миннесота здесь. Можно заиграть. Питтсбург-Ванкувер. Хочу сказать, что в составе Питтсбурга величайший игрок. Современность играет Кросби Сидни. Который входит в список хоккеистов, ныне играющих, которые набрали тысячу и более очков. Обратите на него внимание. Он болит часто. Он лев. Малкин тоже лев. Малкин не играет. Травма. Значит, рубль 78 дают на Питтсбург. Значит, с каким багажом они подошли? Питтсбург отдыхал меньше, 23-го играл. Ванкувер отдыхал на день больше, 22-го числа он играл. Ванкувер три матча сыграл дома и теперь выезжает. Питтсбург три матча сыграл на выезде. Все три матча выиграл. Монориале, Торонто, Виннипега. То есть турне по Канаде он совершил. Но Канада большая. Ванкувер-то тоже Канада. У него это остров в Тихом океане огромный. Откуда Памел Андерсон. И там все время дождь хвачит. Почему она туда и съебалась в итоге. Вот. Поэтому Питтсбург набрал ход и должен побеждать. Да. Ну, вот Монориале опять побит. И из них... Ой, пять. В пяти матчах четыре поражения. И как-то статистика такая хреновая. Но как они играют на поле Питтсбурга? Питтсбург это город. Кто не в курсе. 8-6. То есть в девятнадцатом году последний раз играл. Что-то давненько-давненько. 2-2. 2-5 наш любимый счет. Ванкувер. 4-0-5-4. То есть в четырех из пяти Питтсбург выиграл. Один раз... Нет, в трех из пяти выиграл в основное время. Один раз была ничья и выиграл Ванкувер. Но это был такой 17-18 год. Вот. Значит, я думаю, что Питтсбург здесь должен забирать. Не будем даже таблицу открывать. Флорида, Филадельфия. Начинается Манчестер-Сити по Рейссен-Жермен. Значит, Флорида и Филадельфия. По четыре игрока отсутствуют у тех и у других. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Шестой матч мы разбираем. Я не знаю, хватит ли меня на все 14 матчей. Вот. Но вы понимаете, что я их просто разбираю. Что вы поставите, это ваш выбор, да. То есть я высказываю свое мнение, да. Вот готовую ставку я даю только в группе. Вы поймите меня правильно. Озвучивать бесплатно в Ютьюбе там. Я рассказываю технологию, как я разбираю. Итак, смотрим коэффициенты. Рубль 70 на Флориду. 3,95 на Филадельфию. Последние матчи три победы у Флориды набрала ход она. Филадельфия тоже набрала ход. Но в обратном направлении три поражения подряд у Филадельфия. Насколько помню, ни те, ни другие давно не выиграли кубок Стэнли. Филадельфия гремела в 70-х. Вот Бубиорг, кстати, играл. Величайший защитник всех времен народа. Бубиорг, кто не в курсе, 21 марта, по-моему, родился или 20-го. Он играл, он написал книжку, я ее читал. Он играл всегда в коньках на босу ногу. Он никогда не носил носки. И вот он только босиком и говорит, так я чувствую, значит, лед и коньки. И этот защитник умудрялся становиться лучшим бомбардиром. Ребят, лучший бомбардир он был. Будучи защитником. Прочитайте про Бубиора. Величайший игрок. Значит, ну давайте посмотрим, как они играют между собой. Я хочу сказать, что Флорида прям хорошо так отдохнула. 21-го играли последний раз такие свеженькие. Четыре дня отдыхали. Вот за это время Филадельфия собирала пару матчей. 21-24-го. Причем Тампи Бэй проиграла 4-0. То есть три поражения подряд. Ну как бы Флорида, мне кажется, должна. Да, на Флориду здесь коэффициенты. Дома играет свеженькая, бодренькая. У Флориды последние победы дома все. Все победы. Флорида дома одержала 10 побед подряд, кстати говоря. Из них только две в овертайме. Вот с начала чемпионата регулярного Флорида выиграла все матчи, кроме одного. Вот 10-го октября, я не знаю, что это было. Вот из Тампи Бэй. Предсезонка. Не считается. То есть все матчи Флорида дома взяла. Победа Флориды. Вот что значит статистика. Что такое НХЛ. Есть статистическая база, с которой... Ну, просто надо поработать немножко, посмотреть. Айлендерс, Рейнджерс. Команда из одного города, из Нью-Йорка. Это Дерби. У Айлендерс полкоманды болеет. Прививку не поставили. У Рейнджерс все в строю. Смотрим коэффициенты. На Рейнджерс 2.28 дают. 2.60 дают на Айлендерс. Айлендерс. Последние игры. Айлендерс все проигрывает. Ну, видимо, болеет. Это значит госпиталь. Все больные, да? Все больные. У Рейнджерса более-менее все нормально. Только одно поражение в последних пяти матчах. Айлендерс дома. Три последних проиграл. Рейнджерс в гостях. Из последних пяти проиграл четыре. Но из десяти проиграл четыре тоже. То есть у него была такая полоса, что в гостях всех выносил. Но просто потом пошло турне. Он играл с сильными командами. Канадское турне, кстати, пошло. Ванкувер, Эдмонтон проиграл. Калгари. Это все канадские команды. Торонто проиграл. Коламбус проиграл. Коламбус это не канадская команда. Ну и Рейнджерс в гостях выиграл, кстати, тоже у канадских. У Монреали, у Торонто, у Оттава. А потом, значит, что-то пошло вдруг не так. Что-то пошло не так. Но, значит, как они играют между собой? Айлендерс и Рейнджерс. 4-4. И Рейнджерс их дожал 10 октября в этом году. Возможно, что была предсезонка. 3-0 Айлендерс. 6-1. 21-й год. 2-2. 1-4. То есть Рейнджерс с ними играет хреново. Один раз только выиграл. Но, кстати говоря, в 21-м году. Ну, они там играли каждый день через день. Потому что скомканный чемпионат. Бегом-бегом. Одни и те же. Помните, как они играли? Там 8 кругов. Одни и те же команды. Там по 6 команд в группе. Дебильный чемпионат. Поэтому здесь, я думаю, просто Рейнджерс преимущества все равно имеет. Несмотря на плохую статистику. Я бы заговорил, что что-то типа Рейнджерс не проиграет. Учитывая большой коэффициент. Детройт, Сент-Луис. Значит, Детройт. Это Гриммил в 90-е, когда там играли. Фетисов, Касатонов, Ларионов, Константина. Так, Фетисов, Касатонов, потом Касатонов, Константинов. Кто-то кого-то заменил, да? Потом они попали все в аварию. Там Федоров. Так. Фетисов, кстати, чудом остался жив. У Фетисова же брат родной был, Сергей. Который его привел в секцию. Вот Сергей его брат родной Фетисов. Он разбился, кто не знает, хоккеист. И Фетисов как бы за себя и за того парня. Вот он всю жизнь посвятил этому брату, Сергею. Как бы в честь него он играл. Кто не в курсе, Фетисов уже 18 лет. Он был основным защитником Заборного Советского Союза. И чуть ли не был признан там лучший защитник, по-моему, Чемпионата мира, по-моему, 79-го что ли года. По национальности Фетисов кто? Чуваш. Чтоб вы знали. Увел жену Вагиза Хидиатулина. Был такой Вагиз Хидиатулина, татарин. Они жили на одной площадке. А жена этого, ну она тогда была гражданская жена этого, Вагиза Хидиатулина, Ладлена, ее звали. Не Владлена, а Ладлена. Не Лада и не Лена. А что-то среднее, блядь. Между Ладой и Леной, блядь. Она была манекенщицей, блядь. Вот она с этим Вагизом Хидиатулием. Он играл за сборную, блядь, за Спартак. И он сломал ногу, лег в больницу. Естественно, Ладлена, блядь, хуяк и переметнулась к Фетисову. Вот. Она по знаку зодиака рак. Он овен. То есть у них четко 9 месяцев. Как это проявить? Да очень просто. Фетисов родился по 16 апреля. Он был зачат летом. То есть под знаком рака. Вот и все. Они потом уехали в Америку, родили дочку там. Искусственное оплодотворение сделали. И так далее. Ну и естественно ставьте лайк. Ребят, подписывайтесь. Такие истории я вам расскажу. Это просто. Можно. Книги писать. Итак, Детройт. Четыре поражения подряд. Прошли те времена, когда Детройт гремел. И город развалился. Это центр автомобилестроения. Заводы позакрывались. Негры все съебались оттуда. Короче, город превратился в руины. Там можно снимать фильм про апокалипсис. Вот во что превратился Детройт, блядь. Значит, четыре поражения подряд. Ну, на выезде. Все на выезде. Дома играют с переменным успехом Детройт. Три-два, два-три, четыре-два, пять-два. Вот такие, да, считай. Сент-Луис в гостях. Тоже так же. Два-три, три-два, три-пять. Ну, хорошо. Приближение смотрим. Спектральный анализ. Значит, в городе Детройт играют они так. Четыре-четыре, четыре-один, четыре-три. То есть, три последних матча Детройт Сент-Луису не уступают. Это девятнадцатый, восемнадцатый год. Вот в семнадцатом Сент-Луис был сильнее. Пару раз они играли. Но потом что-то пошло не так. И сломалось что-то в этом механизме. То есть, Детройт исторически имеет преимущество. Но букмекер этого не видит. Поэтому по таблице смотреть, что кому нужно. Сент-Луис на пятом месте, Детройт. На одессом Детройту нужно сильнее. Вот в чем дело. Я думаю, Детройт здесь можно заиграть с какой-то в хорой. Плюс один там. Вот как-то так. Нэшвилл-Вегас. Нэшвилл это город. Вегас это у нас Лас-Вегас. Это новые золотые рыцари Вегаса. По-моему, называется команда. Полкоманды не играет. У Вегаса. Но как бы и Нэшвилл, и Вегас имеют в пяти последних матчах по два поражения и по три победы. Причем в ничью Вегас не играет вообще. От слова совсем. Такой бескомпромиссной. Бескомпромиссная команда. Да, точно. Все десять матчей. Ни одно ничье. То есть и в основном победы, победы, победы. Херачат у него и херачат. Как же он с Нэшвиллом играл? 23 числа обе команды играли. То есть в этом отношении в равных условиях. Вегас 0-3. В двадцатом году 4-3 в дополнительное время. Восемнадцатый год 4-1. Нэшвилл 1-0. Нэшвилл 18-й. И семнадцатый год Вегас 4-3. То есть Вегас выиграет, потом Нэшвилл два раза. Потом два раза Вегас. Наверное, сейчас очередь Нэшвилла. Судя так вот. Такая тупая логика. Очередь Нэшвилла побеждать. И, кстати, коэффициент на Нэшвилл более реальный. 2-30. А на Вегас 2-70. Они соседи по турнирной таблице. Одно очко разрыв. Кстати, Нэшвилл стоит ниже. И Нэшвилла именно резон такой обыграет Вегас, чтобы догнать и перегнать. Потому что всего одно очко отставания. Колорадо. Команда называется «Колорадские жуки из Колорадо». Кто не в курсе? Шучу. Нет. Лавины. Слово «Эвеландж». Я в Англии говорил «Эвеландж». Они не знают такого слова «Эвеландж». Это, видимо, американское слово. Лавина из Колорадо. Ну, это как бы снежные горные вершины. Там горы. Поэтому они так и называются. Рубль 60 на них дают. На Хайм дают 4.60. Ну, не факт, что Колорадо выиграет. Смотрим, открываем. И у Колорадо 5 побед подряд. В 10 последних 3 поражения всего лишь. До Маколорадо имеет из 5 последних 4 победы. Из 10 последних 6 побед имеет. Только одна ничья. А на Хайм. Постоянная ничья. Овертайм. Постоянная борьба у А на Хайм. Просто так не сдаётся. Могучий А на Хайм. Могучий, как называется. Майти Дакс, что ли, там, А на Хайм. Короче, в 90-х каком-то году сделали эту команду на Хайм. В честь этого могучего Мушонка, по-моему. Значит, играют они на тотал больше. Они полторы больше всё время. У них 5-2, 8-4, 4-4, 4-3, 2-3, 3. То есть у них упорная борьба. У них из 5 последних 3 закончились в ничью. Поэтому я думаю, что здесь обе должны полторы больше забивать. Ну и, соответственно, 4,5 больше, наверное, общий тотал. Так, Аризона и Эдмонтон. Значит, у нас Эдмонтон... Ой, блин, тут все в лазарете. И у Аризона, у Эдмонтона все команды болеют. Значит, Яшкин болеет у Аризона. Но у Эдмонтона в строю Драйзат, или основные, забивала. И Конор Макдэвид. Поэтому коэффициенты на Эдмонтон, соответственно, рубль 80, на Аризону 3,70. И мы смотрим, как они шли к этому, ко всему. Слушайте, Эдмонтон буквально вчера играл и проиграл Далласу 4-1. То есть они устали. Они устали. Вот. И это вторая подряд игра на выезде. Даллас, это штат Кехас, это Центральная Америка. То есть там у них, как бы, ближе к Мексике. То есть и Аризона там же тоже недалеко, в пустыне. Аризона – это штат. Значит, то есть где-то там рядом. Ну, то есть Эдмонтон уже поехал на гастроли. На гастроли поехал. Эдмонтон перед этим дома хлопнул в Виннипеке Чикаго. И поехал в командировку. Проиграл Далласу. И надо брать очки теперь на выезде. Потому что не может он уже две игры подряд. Вот понимаете, в чем идея Эдмонтона. Два поражения подряд. Бывает? Не бывает у него два поражения. Не бывает в этом сезоне. Два матча подряд он не проигрывает. Но якобы октябрь не открывал. Сейчас же уже ноябрь идет. То есть в ноябре не бывает у него. Ну, значит, он не проиграет в этом матче. Раз не бывает такого у них. Играют они так. Так, Эдмонтон 5-1. 3-0 Аризона. 4-3 Эдмонтон. 3-2 Эдмонтон. 3-1. То есть один раз только Аризона их обыграла. 5 февраля 2020 года. В день рождения Криштиану Рональду. Значит, берем победу Эдмонтона здесь. Так, Лос-Анджелес, Торонто. 4 матча. Ой, 4 человека не играют у Лос-Анджелеса. У Торонто двое не играют. В том числе Мразик. Мразик. Чех. Кто не знает Мразик. Мразик по-чешски. Это Морозка. Морозка. Вот это наша сказка Морозка. Помните? Да, новогодняя. Вот она в Чехии. Они на Новый год ее все время смотрят. И она у них называется Мразик. Ну, Морозов, короче. На наш язык, если перевести. Чешский язык очень трудный. Я был в Праге, но это невозможно. Вот на слог вроде похоже. Подходовым. Там заступ на выступ. А разговаривать, ну вообще читать, вообще ничего не понятно. Из славянских языков чешский один из самых трудных. Но я уж не говорю русский, тем более самый трудный. Так. Значит, коэффициенты. Двоечку на Торонто дают и 3.30 дают на Лос-Анджелес. И смотрим, кто когда играл. 22-го обе команды играли. 21-й тоже играли. У Лос-Анджелеса 4 поражения подряд. Причем 3 поражения подряд дома. То есть дома всем проигрывает. Торонто из 5 последних 4 победы. Значит, одно только поражение. Как бы идет хорошо по трассе Торонто. Торонто, я думаю... Ну, в нашей группе тоже есть спецы. Они говорят, что Торонто сейчас на ходу. Торонто должен победить. В этом матче играют они в Лос-Анджелесе. Это как бы вообще другое. Значит, если Торонто находится у нас на Атлантическом побережье, да, практически, то Лос-Анджелес на Тихом океане. Что-то долетит, что надо. 1-0 Лос-Анджелес в овертайме. 5-1 Торонто. 5-3 Лос-Анджелес. 3-2 Лос-Анджелес. 2-1. То есть, ну, это 16-17-18-е годы. Сейчас как бы в НХЛ быстро все меняется. Мы помним, да? Система драфтов там и так далее. Самая слабая команда получает самого сильного новичка там. И потом эти обсираются, которые были чемпионами. Кто был, значит, никем тот станет всем. Это вот девиз НХЛ. Значит, Торонто преимущество. Все. Сан-Хосе от Тава. Значит, Сан-Хосе это Южная команда. А Тава это, значит, у нас столица Канады, насколько я помню. Вообще, Канады хвалят эту страну. Просмотрел кучу роликов. Говно. Страна говно. Она для баб. Русские бабы все там проститутками работают. Мне знакомы рассказывали. Наши мужики там, блядь, прав никаких не имеют. Канада высасывает из тебя все соки там. Короче, полная хуйня. Хотя я разговаривал в Таиланде с одним немцем. Он говорит, я родился в бункере. При Гитлере, когда была бомбишка. Когда, говорит, вы нас бомбили. Я, говорит, в бункере сидел. Он сказал, американцы нас бомбили. Я, говорит, живу в Канаде уже очень давно. Он маленьким ребенком туда уехал. Его увезли. Он говорит, блядь, это охуенная страна вообще Канада. Пиздец классная. И сидит для целого дня. Он уже на пенсии в Таиланде. Ему там ноги массируют. И мне ноги тоже. И мы полчаса с ним по-английски разговаривали. Я еще там что-то по-английски помню. И потом я все прохожу мимо. Он все сидит. Это ему ноги все эти бабы массируют. Итак, ну, привет-привет. Не помню, как его звали. Нормальный мужик такой. Ему что-то было уже лет под 70 в то время. Это был 2010 год. Ну, да, если он родился в 45-м, да, соответственно. Такие воспоминания. Ну, ему хорошо на пенсии. Конечно, на пенсии хорошо. А так вот отзывы там самые разные. Законный там, конечно, пиздец в этой Канаде. Итак, значит, на Сан-Хасе дают рубль 85-3, 55 дают на Отаву. И команды, в общем-то, идут одинаково. Одинаково плохо идут они. Вот в чем дело. Обе играли 23-го. Но почему-то у Отавы такой провал. Отава играла вот 14-го, 15-го ноября. Потом неделю отдыхала. Я не знаю, где она была. Где она болталась, эта Отава. Сыграли 23-го. Опять проиграли Колорадо. Ну, 7-5, понимаете. Вот так. То есть такие свеженькие, бодренькие, да. То есть они отдохнувшие. Отдохнувшие и в то время, когда Сан-Хасе, значит, играло постоянно с кем-то. Поэтому играют они так. На поле Сан-Хасе. 1-1 и Отава в вертайме. 4-1 Сан-Хасе. 5-0 Сан-Хасе. 4-2 Отава. 3-4 Отава. То есть с переменным успехом. То те, то эти, то эти, то те. Ну, надо открывать таблицу. Я думаю, у Отавы есть какой-то шанс, потому что они более свежие. Значит, Отава, кстати, вообще на последнем месте 9 очков. А Сан-Хасе 19 очков. То есть Отаве как бы надо. Отаве надо. Я вот здесь не буду брать победу Сан-Хасе. Я думаю, что Отава может вполне створить какую-то сенсацию здесь. Вот. Но тут надо смотреть. Важно, что еще. Какой аспект я не поднимал в этом ролике. Это с кем следующая игра и когда. Потому что если Отава играет завтра, это часто бывает, а Сан-Хасе через 3 дня, то Сан-Хасе всю себя без остатка может посвятить в этот вечер Отаве. И наоборот. Ну, Отава пока свежая. Вот. Поэтому все может быть в этом матче. Но я вам рассказал в начале ролика, как это заиграть. Ребята, я вас поздравляю. За 35 минут я забрал все матчи. Не знаю, сколько там. 14 или 15. Надеюсь, заслужил подписку, лайк. И то, что вы перейдете ко мне в группу за 300 рублей, пишите имя, город. И Манчестер Сити чуть не забил. Значит, и прислайте 300 рублей на баланс, мегафон, я добавлю вас в группу. Вот. Первое соображение. По поводу Малбета. Начинается баскетбол завтра опять. Возобновляется лига Улеп. Будем ставить много на баскетбол. Малбет представляет самую лучшую преференцию на баскетбол. Если ваша ставка не зашла на полтора очка, Малбет означает деньги. Все подробности в группе. Регистрируемся, используем мой промокод, который закреплен в комментариях. Ричард. И регистрируемся. И пополняем аккаунт. И получаем огромный фрибет. До 19 тысяч. Значит, завтра будет видео у меня, посвященное Лиге Европы. Это 100%. И, возможно, я зацеплю еще КХЛ. Вот. Понятно, что я не могу все отгадывать. Да, бывают фантастические заходы, как вот там на днях. Вот Экспрессы, зашел 8 событий. Да, Витязь, ничья. Точный счет Верона и Эмпали. Это все бывает. Понимаете? Но это не значит, что я всегда прав. Я просто рассказываю свое мнение и свою технологию. Главное, что я даю в группе, это я даю технологию, анализы, технологию, разборы. Никто этого не дает. Ну, поймите, что бесплатно в этой жизни ничего не бывает. Всем удачи, приятного субтитра.